В Латвии рыбаки просят власти дать им разрешение на отстрел тюленей. Животные наносят вред местному рыбному хозяйству. Экологи готовы бороться за жизнь охраняемых особей. Убивать или не убивать тюленей должны решить чиновники. Подробнее в сюжете Марии Андреевой. Лепая, портовый город на Балтийском побережье. Море, лодки, чайки, запах свежей рыбы в порту. Вилнес рыбак в третьем поколении. Его дед и отец ходили в море за треской и лососем. Вилнес продолжает семейную традицию. Недаром имя ему дали морское. Вилнес – значит волна. Чтобы нормально заработать и прокормить семью, ему приходится выходить в море через день. Рыбы в прибрежных водах много, но есть проблема – тюлени. Они нападают на лодки, портят сети и съедают половину улова. Ушер посчитать очень трудно. Трудно понять, сколько рыбы он вырывает из сетей, и сколько остается в этот момент. Больше половины – это точно. Тюлени в Балтийском море уже давно поняли, что самим охотиться им не нужно. Достаточно заметить рыбацкую лодку. Будет лодка – будут сети. Будут сети – будет рыба. За одну смену вилнес может поймать до 200 килограммов трески. Ее пересыпают в ящики и сразу на продажу. Суточный улов приносит вилнесу примерно 100 евро. На эти деньги он должен прожить сам, заплатить своим работникам, купить сети, топливо для корабля и рассчитаться за место на пристани. Но если порыбачить вместе с вилнесом приходит тюлень, то скромный доход рыбака сразу падает вдвое. На днях вилнес вместе с товарищами написал письмо в латвийскую службу охраны окружающей среды и попросил разрешить охоту на тюленей. У соседей, к примеру, в Эстонии и Финляндии санитарный отстрел тюленей разрешен. Но в Латвии они занесены в Красную книгу, то есть в список особо охраняемых представителей местной фауны. Раньше в этом небольшом порту Влепа и стояло 20 лодок промышленного лова. Рыболовам было негде развернуться. Сейчас осталось всего 4 корабля. Вловить рыбу в промышленных масштабах стало все труднее. Сначала квоты, потом российская эмбарго, предприятия перестали принимать рыбу, цены стали ниже, а теперь рыболовам приходится еще и с тюленями бороться. Латвийские экологи категорически против убийства тюленей. У нас ведь не каменный век, говорят они. Но главное в этом нет никакого смысла. Отстрел тюленей абсолютно бесполезное занятие. Их стало больше не потому, что на них не охотятся, а потому что условия жизни в Балтийском море для них хорошие. Стрелять по тюленям это то же самое, что летом сидеть у костра и пытаться отстреливать всех комаров. Парадокс в том, что в Латвии нет ни одного исследования о численности тюленей в Балтийском море, где именно они обитают и как охота может навредить их популяции. У экологов принцип, если мы чего-то не знаем, то лучше не трогать. И, кстати, рыболовы еще должны доказать ущерб от встречи с морскими животными. Может, тюлени вообще ни при чем. Рыбаки должны указать, какой ущерб им наносят животные, как много рыбы они съедают и сколько метров сетей портят. Пока у нас нет такой информации. У рыбаков все аргументы на руках. Вот, пожалуйста, дырка в сетях со следами когтистой лапы. Вилнес и Эволдс уже обратились к юристам правильно составить иск на тюленей. Но судебная волокита наверняка будет долгой. А пока в Лепойском порту место рыбацких судов постепенно занимают прогулочные яхты и военные корабли НАТО. В помещениях старых доков и рыбзаводов теперь гостиницы и рестораны. Местную треску тут еще подают, но рыбы так мало, что она уже сейчас стала деликатесом.